Всем привет, меня зовут Марина, мне 25 лет, 7 лет я уже в бьюти-индустрии, из них 3 года в салонном бизнесе. За эти 3 года я трижды поменял геолокацию салона и направление. Из броу-бара в центре Питера я дошла до студии с уклоном на маникюрные парикмахерские услуги в спальном районе. На этом канале я хочу вам рассказывать про реальную реальность салонного бизнеса и про жизнь руководителя. Буду рассказывать вам про свои ошибки, какие-то были сделаны по глупости, какие-то по незнанию, какие-то по самонадеянности. Буду рассказывать вам про свои победы, что к ним привело и что они мне дали. Это мой первый опыт ведения подобных видео. Я немножко переживаю за то, как будут восприняты эти видео, за то понравится, не понравится. Но думаю, что здорово оселит идущий, буду вам благодарна за поддержку. Если вам что-то нравится, пишите, пожалуйста, об этом. Если вам что-то не нравится, тоже пишите об этом. Я всегда конструктивно воспринимаю критику. Тапками кидаться, конечно, не надо. Это все-таки мое первое видео. Но давайте поговорим в общем. Как я уже сказала, я буду в этих видео делиться своими знаниями в салонном бизнесе. Но прежде чем начать делиться знаниями, я думаю, что стоит рассказать, кто я, что я. И рассказать про свои все три салона. Поэтому видео будет разделено на две части. Это конкретное видео будет больше обо мне. Следующее видео уже я кратенько пробегусь по всем салонам. Расскажу какие-то ключевые моменты, которые, может быть, дадут вам понимание про то, как надо, а как не надо. А в следующих видео я уже буду вам рассказывать про конкретные темы. Я знаю, что очень многих интересует тема маркетинга, тема подбора персонала, то, как все должно быть устроено, какая должна быть заработная плата. И очень много всего всех интересует. Постараюсь рассказать обо всем и поделиться максимально своим опытом. В общем, не будем с вами затягивать. Наливайте себе чай, воду, кофе. Я, кстати, обожаю кофе. Это моя третья кружка за два часа. Да, я знаю, что много. Но, когда я волнуюсь, я пью кофе, оно меня успокаивает и приводит в тонус. И сейчас я хочу вам рассказать про то, как я, в принципе, пришла к салонному бизнесу. Но нужно начать с того, как я пришла, в принципе, в бьюти-индустрию. Этот приход для меня был ожиданным-неожиданным. Потому что я на протяжении долгого периода времени думала о том, что я хочу, не хочу, буду. Вот вы знаете, вот эти вот женские штучки. Типа хочу, не хочу. Все началось 7 лет назад, когда у меня был день рождения. Когда была юна и красива. Вот. Мне подарили родственники деньги на день рождения. Они живут в другом городе, поэтому гораздо проще переслать деньгами, чем там переслать подарки. Да, тем более я уже была мадама взрослая. Мне уже на тот момент было не угодить. Поэтому у меня оказалась некая сумма денег. Она не была большой, но она была. И для меня на тот момент, 7 лет назад, она была весомой. И в тот момент я не хотела тратить эти деньги на одежду. Да, я люблю пошопиться, как все девочки. Но в тот момент вот у меня было стойкое желание, что я хочу эти деньги во что-то вложить. И как-то так получилось, что мы гуляли с моим молодым человеком. Сейчас тоже мой муж с собакой на улице. Идем, 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 идем. Вот казалось бы, да, вот собака гуляет, вот муж идет рядом. И мне в голову просто гениальная мысль. А почему бы мне наконец-таки не отучиться на макияже, прическе и не стать свадебным стилистом? В общем, недолго, думаю, я нашла буквально за 5 минут курс индивидуальный и записалась на обучение. На самом деле я из тех людей, кто если что-то хочет, он сразу делает. Я придерживаюсь политики того, что лучше сделать быстро и хорошо, чем вынашивать идею, вылизывать ее, делать просто невероятно красивой и идеальной, но не сделать никогда. Вот. И с этого, собственно, начался мой путь. Я прошла курсы, и после них у меня начали спадать такие, знаете, розовые очочки. Почему? Потому что все оказалось на самом деле не все так просто, как рассказывают везде, да, там пришел, увидел, победил. Нет, тут пришел, поработал, победил. Итак, я прошла обучение и начала активно работать с моделями, потому что хотела делать не только хорошо, но и быстро. То есть 4 часа на макияже прическу после обучения, да, я тратила, ну это, согласитесь, это очень много. И начала делать модели, очень много моделей, причем по своей глупости и незнанию, да, вот я вам говорила про свои жирки, да, я их делала изначально бесплатно. И, в общем, начала я все это делать. Потом я выложила везде объявления, где это было только возможно. Инстаграм на тот момент уже был популярен, но не настолько. И я что-то даже не додумкалась, что его нужно прям качественно ввести, ну, в общем, этот момент я про... И выкладывала всякие объявления на авито, на юле, везде, где можно. И потихоньку ко мне начали идти клиенты. Клиент за клиентом, клиент за клиентом. Я начала себя уже чувствовать уверенно, как мастеру. У меня каждый день была работа. Но потом я столкнулась с такой проблемой, и она называется сезонность. В свадебных услугах сезонность это главная проблема. Для того, чтобы сезонность не влияла на заработок мастера по макияжу и прическам, нужно было развиваться дальше. И я поняла, что я вот больше, чем работаю сейчас, я не хочу работать. Это тяжело. В 2 часа ночи иногда встаешь, едешь на другой конец города, собираешь одну невесту, потом едешь к другой, к третьей, потом еще репетиции. И я начала думать о том, что может быть что-нибудь еще тут освоить, например, там, реснички. Пошла, отучилась на мастера по наращиванию ресниц. Через полгода моя спина вышла в чат и сказала, все, это не мое, это на самом деле такая очень сложная работа. Я прям, когда смотрю, как у мастера наращивают ресницы, я думаю, что у них просто стальные нервы. В общем, поработала я мастером по ресницам, поняла, что это не мое, начала искать дальше. И неожиданным образом мне попадается реклама обучения по бровям. И как вы знаете, случайности, они редко бывают случайностями. Я пошла, я отучилась. Изначально я думала, что это будет такой, как второстепенный заработок для меня, но жизнь повернулась немножко иначе. И так получилось, что я уже стала больше работать мастером по бровям, нежели чем мастером-визажистом. Не потому, что мне это больше нравилось. Нравилось мне, наверное, в одинаковой степени. Просто мастером по бровям проще работать, чем визажистом. У мастера по бровям есть регулярная клиентура, которая ходит раз в год. У мастера по бровям есть одно большое лично для меня преимущество. У мастера по бровям есть постоянные клиенты, которые ходят на процедуру раз в 2-4 недели. Соответственно, клиентская база нарабатывается гораздо быстрее, нежели чем у специалиста по макияжу и прическам, поскольку макияж и прическам когда делают? На свадьбу. Ну, когда ходят к кому-то на свадьбу. Ну, согласитесь, это не каждый месяц. Ну, когда делают фотосессии. Поэтому, конечно же, как бровиста мне было работать гораздо проще. И такими шагами я дошла до того, что решила открыть свой первый броу-бар. Открывала я его не одна, а со своей подругой. Познакомились мы, кстати, с ней во время ее свадьбы. Я у нее была визажистом. После этого мы начали общаться слово за слово и решили, что почему бы не попробовать. Тем более, что сейчас, как нам показалось, самое время. А открывались мы в конце 2019 года. Как вы понимаете, в 2020 году в начале начался коронавирус. И я думаю, об этом нам стоит с вами поговорить. Потому что все было довольно-таки интересно, запутанно. И все привело к тому, что я имею сейчас.